Год назад Сен-Стаура не было, два года назад вообще никаких мет не было. А что ты думаешь насчет расширенной или до полной реальности? Сегодня вот эти шлемы в Российской Федерации стоят максимально низкая цена в мире. А в метавселенной будет война? Все эти гиганты, они все будут работать одновременно и там, и там. Эта штука окупается, то есть человеку достаточно, даже если у него нет своего шлема, ему можно его прислать, он его одевает, там уже загруженная вся история, он посещает нужные гостиницы, которые до этого они обсудили, там же к ним приходит менеджер, таким же классным аватаром, хорошо выглядящий или какой-то эпатажный, потому что аватары же можно менять, можно, я могу быть один менеджер, но для одного я могу один аватар одеть, а для другого клиента другой. Давай еще раз вернемся к бизнесу. Я предприниматель, у меня есть, допустим, не знаю, там, я продаю на маркетплейсе, сковородки или у меня небольшая турфирма, что может предложить метавселенная состава? Турфирма вот. Что такое, да? Турфирма прям супер. Окей, что такое виртуальный офис, как вот, или это то, что ты рассказывал, вот эти места переговорок? Это то, что мне, это же моя потребность. Турфирма, это вообще, это просто наша мечта. Мы прям ждем, когда турфирма к нам придет, потому что, ну, турфирма, это, для них это безграничная история, которой можно просто совершенно удивительные вещи делать. Значит, есть концепция, которую мы разработали. Это, ну, турфирма что продает, по сути? Она продает некий тур, который базируется на чем? Он базируется на гостинице. По сути, надо продать номер. Все. А там уже дальше, когда мы уже приезжаем, там начинается вся эта остальная вакханалия. И вот теперь представь, что я хочу выбрать какой-то номер, но мне что, мне картинки показывают. Ну, в лучшем случае, может быть, видосик. Но и я понимаю, и они понимают, что надо так классно все отснять, да, ну, вкусно, чтобы я купил. Ну, потом я приезжаю и всегда разочаровываюсь. Ну, всегда. Так вот, вот эту историю можно заменить полностью, смоделировать эту гостиницу в цифровой реальности, полностью, один в один. И просто дать человеку возможность походить, вплоть до того, чтобы выбрать конкретный номер, 631-й хочу, потому что вид с него хороший. И человек просто может вот тусить, как бы в гостинице, все смотреть, где чего, с семьей может зайти сразу, они вчетвером могут побегать, они могут какие-то там активности игровые запустить, да, то есть что-то посмотреть, пощупать и прямо там оформить заказ. Офис для турфирмы не нужен в таком случае. То есть человеку достаточно, даже если у него нет своего шлема, ему можно его прислать, курьером. Он его одевает, там уже загруженная вся история, он посещает нужные гостиницы, которые до этого они обсудили. Там же к ним приходит менеджер, таким же классным аватаром, хорошо выглядящий или какой-то эпатажный, потому что аватары же можно менять. Я могу быть один менеджер, но для одного я могу один аватар одеть, а для другого клиента другой. И это тоже хорошая штука, потому что она срабатывает. Кому-то надо, чтобы это была девушка, кому-то надо, чтобы мужчина, или там, ну, ты понимаешь, о чем я говорю. И вот эти все возможности и нюансы, они там есть. А модель самой гостиницы, так это же сама гостиница заинтересована, но она это делает один раз. Это разовые затраты. И там ничего не ветшает, там не ухудшается, там погода всегда солнце, ну, понимаешь, да? То есть там все можно сделать настолько вкусно и сладко, что когда человек все это посмотрит, ну, он просто захочет. И на этом это особенно эффекте вау, что у других-то такого нет. Как минимум он точно такое турагентство запомнит и всем расскажет. А что ты думаешь насчет расширенной или до полной реальности? Потому что, я так понимаю, компания мета как раз пошла в метавселенную. Вот, например, Apple не пошел, они сделали сейчас, представили очки такой расширенной реальности. По сути, мы находимся здесь же, просто появляются здесь условно какие-то поля, там, экраны или... Я с тобой разговаривал, я был в смешанной реальности. Ты был смешанной, да? Поэтому говорить о том, что кто-то куда-то пошел только туда, это, скорее всего, некорректно. А все эти гиганты, они все будут работать одновременно и там, и там. Потому что этот интерфейс, когда я могу быть там, потом легким касанием по шлему переключиться и оказаться здесь, он просто удобен. Ну, мне кто-то позвонил в дверь, или мне там нужно чашку чая взять, зачем мне... Я нажал, быстренько взял чаю, попил, не снимая шлем, нажал, и я опять обратно, я там на совещании. При этом на совещании видно, что я там отошел, да, там сереньким загорелся, значит, он там что-то отвлекся, да. Это тоже, кстати, один из факторов, который ты ему никак не обойдешь, потому что это все же датчики, они же все это показывают. Поэтому технология дополненной реальности, она чем сложнее, в отличие от виртуальной реальности. Виртуальная реальность, она полностью находится на сервере и в тех мощностях, которые сегодня у человечества есть в распоряжении. Понятно. Смешанная – это гораздо более сложная технология, потому что мне надо позиционировать то, что я вижу, с тем, что я хочу сюда дополнить. То есть это просто более энергозатратная история. Поэтому она будет... Сложнее компьютеры нужны. Да, но она будет идти вот как бы, ну, чуть-чуть запозданием. Виртуальная, когда полноценная, полноценная, она прям будет очень... Ну, как будет, она прям быстро развивается. Ну, год назад Сенстаура не было, два года назад вообще никаких мед не было. Два года назад ничего не было. Сегодня у запрещенной в Российской Федерации мета-компании... Я, кстати, не сказал это. Ну, мы внизу подпишем. Уже больше двухсот миллионов пользователей. Да, у Сенстаура уже тысяча пользователей. Это при том, что у нас закрытый доступ. Да, и вот кто досмотрит видео до конца, получит инвайт от нас. Да. Это вот при всех вот этих историях это все равно растет. Никуда ты не денешься. Ну, шлемы там продаются просто там, как горячие пирожки. И при этом, знаешь, как очень смешно. Мне очень нравится, что сейчас в мире происходит, потому что сегодня вот эти шлемы в Российской Федерации стоят максимально низкая цена в мире. Да? Да. Почему? То есть из Америки есть смысл прилететь в Россию, купить этот шлем и вернуться туда. Реально. Параллельный импорт. Класс. Вот, класс. Скажи, пожалуйста, ты смотрел фильм «Первому игроку приготовить»? Ну, я же хорошо. Нравится? Конечно. Это же документальный фильм. Да, я даже книжку читал. Очень хорошая история. Правда, книга гораздо более насыщена фактами, там разными, там гиковская культура. Ты думаешь, что вот так примерно и будет? Да. Я думаю, прям вот, ну, там убрать какие-то прям совсем... Ну, понятно, там кинематографические эффекты. Да, но так и будет. Потому что, ну, вот мы с тобой начали интервью, я спокойно могу в шлеме находиться и, в общем-то, и не париться. Ну, вот здесь меня, знаешь, все-таки лично меня смущает кое-что, потому что в этом фильме как раз показана в том числе и вот эта негативная часть вот этого нашего будущего. И я про это, кстати, тоже несколько статей читал. Хотел узнать твое мнение. Это история о том, что вот на Земле там, не знаю, условно, 10 миллиардов и 9 миллиардов. Они в очках, плюс у них базовый доход, они живут в вагончиках, у них есть там питательный набор, чтобы подкреплять свой организм, и они живут полностью в другой реальности. И один там миллиард или полмиллиарда, которые действительно пользуются настоящими пляжами, настоящим образованием, настоящими благами. Что ты по поводу этого думаешь? Такая топическая история, фантастическая. Да нет, почему? Ну, это же чистая математика. Если ты математически разложишь просто ресурсы, и, ну, даже сейчас вот текущий кризис, он откуда? Ну, потому что все перепроизведено, уже, я же тебе сказал, товары уже, до хрена этих товаров, и они уже вообще, мы, они бесплатно в большинстве случаев не нужны. Вот эта мода на бренды, где бренд это такая добавочная стоимость, мы же понимаем, да, что это стоит там 100 рублей, а продается за 150 тысяч. Все эти женские сумки, вот это все, это же, ну, да, ты же понимаешь, да, что это не себестоимость. Но ведь в метавселенной вы делаете то же самое. То же самое. И ты тоже будешь продавать один диван дороже, чем другой диван. Конечно. Но в метавселенной, получается, ключевой ресурс – это твое внимание и твое время. Оно будет монетизироваться. И вот оно и будет тебе давать то самое преимущество или ограничение и создавать ту игру твоему мозгу, чтобы вот эти 9 миллиардов не убивали друг друга. Потому что пока нет виртуальной среды, нет той метавселенной, где не надо убивать вот так физически друг друга, все в нашем, у человечества все будет заканчиваться насилием. Мы будем убивать. А в метавселенной будет война? Ты знаешь… Ну или, например, в первую группу приготовиться, она там была. Да. В конце концов они начали все опять сражаться. Да, да, все правильно. Потому что это такая некая наша такая базовая история, где, помнишь, он нажал кнопку и все обнулилось. Да, у него там была экстра лайф. Вот. А видишь, лазейчика-то была, экстра лайф-то есть, да, но не у всех. Поэтому все будет так, как и здесь, потому как все сообразно нашему мозгу. Вот. Но уже даже сегодня ты видишь гибридные войны, это дроны, уже не особо люди хотят в штыковую бежать, уже в основном все хотят за компьютером, запускать ракеты, да, дронов там, что-то уничтожать. И еще тоже желательно, чтобы там и люди не гибли, а там мосты, еще что-нибудь, еще что-нибудь, такая инфраструктура. Ну, примерно в цифровом мире появятся такие ответвления. Ведь тут же еще тоже очень важно понимать, что Метавселенная не будет одна. Это очень важно понимать, что даже если ты вспомнишь первому игроку приготовиться, то есть весь этот оазис, он состоял из разных Метавселенных. Кучи миров. И с кучи миров. Но, насколько я понял, это у тебя внутри Сэнс Тауэр тоже есть разный остров, вулкантом и так далее. Или ты говоришь о том, что разные Метавселенные будут соединены? Да. А если они будут разные? Они будут разные. Они же все разные? Они будут разные. То есть Сэнс Тауэр сама как по себе, идея, это платформа. Платформа, которая отвечает тезису работай и учись у нас. Не приходи к нам за развлечениями. Приходи к нам, потому что ты хочешь показать бизнес, ты хочешь посмотреть бизнес, ты хочешь, чтобы твой бизнес пользовался этими функциями, технологиями. Приходи. Ты хочешь учиться? Не надо. Ты в Архангельске живешь, тебе не надо в МГУ ехать, а МГУ не надо миллионы тратить на кресло, стулья, пилить бюджеты. Вот это все. Не надо, потому что отправляешь шлем, или человек со шлемом уже приходит, проходит экзамены, и чувак из Архангельска спокойно на лекции в МГУ, профессор внизу, тут сидят на аудитории, как вот обычно, а сверху еще там северное сияние, потому что так комфортно мозгу. Потому что то, что рассказывает преподаватель, искусственный интеллект будет создавать вот это окружение сообразно тому контексту, который идет. И человек будет максимально сфокусирован, то есть среда будет максимально создаваться под тебя, подстраиваться так, чтобы контент, который ты потребляешь образовательный, был максимально тобой усвоен. Вот до такой степени это все будет. И вот мы говорим, наша метавселенная сен-стар, она про это. А будет метавселенная про войну? Будет, конечно. Но военным надо же тренироваться, им надо там какие-то тоже испытывать что-то, да, хотя бы какую-то стратегию, еще что-то, ну, генералы, там, офицерский состав. Ну, кстати, компьютерных игр про войну гораздо больше, чем про обучение. Конечно, конечно, это же интересно, это стратегия, да, это понятная, простая, вот он ресурс, преобразовывается, да, уничтожает другой ресурс, все как всегда. Будут метавселенные для развлечений. Известные порно-студии делают свои метавселенные. Ну, если они делают, ты же понимаешь, а это... Так, ты инвайтик потом подбросишь мне, да? Конечно. Надо видео только досмотреть до конца. Все будет в конце. Хорошо. Понял. Сергей, ну столько мыслей у меня в голове, ты зарядил меня этой энергией метавселенной. Метаэнергией, спасибо тебе. Мы с тобой в бизнес-сообществе очень давно, я просто знаю уже больше пяти лет вместе в нашем сообществе, и я хотел тебя спросить, как ты думаешь, а будет ли будущее у сообществ в этой метавселенной? Или точнее, а да, оно точно будет, но каким оно будет? Как ты видишь себе бизнес-клубы? Ну, тут важно сказать, что две форум-группы уже существуют вместе. Вот и... Да, и при этом они обладают одной очень классной, уникальной штукой, то есть мы там все вместе собираемся, но люди с разных стран даже. То есть они куда-то уехали, мигрировали, и мы общаемся. Это уникальнейшая ценность, потому что человек, проживший, например, в Штатах 20 лет, когда он с нами общается, его ментальность, его ответ и опыт, которым он с нами делится, для нас порой даже непостижим. Но это просто взрывает мозг, потому что ты понимаешь, что, блин, ну, как бы, вау. Вот, поэтому это просто факт. Это факт, который я... То есть, другими словами, используя этот инструмент, бизнес-общества могут еще там сокращать расстояние, встречаться? Конечно, конечно. То есть это, во-первых, встреча вот так, да, то есть тебе надо найти удобное тебе место, то есть ты можешь... Я даже вот еще такое небольшое тебе скажу отклонение. У нас в этом году была проблема у ребят, которые работают на меня в компании, которые в Метавселенной. Проблема неожиданная. Вообще, ты сейчас закачаешься. Мозоль на виске. Не-не-не-не-не-не-не. Вообще никогда не догадаешься. Я сам даже не думал, если бы они не озвучили. Я был в шоке, когда они сказали. У них проблема. А в какой точке мира теперь им жить физически? Они поняли, что они теперь, так как они работают здесь, им только интернет нужен? У меня есть предположение. Должен быть быстрый интернет дешевый и очень важно где-то возле Гринвича. Потому что если ты, например, совсем на востоке или совсем на западе, появятся те части мира, с которыми ты не сможешь по часовым поясам нормально общаться. Надо жить где-то. Вот видишь, этот аналитический ум, да. Но ты представь, что как бы люди вот мотались, мотались, мотались по миру, а я даже не знал, где они. И они говорят, слушай, а я никак выбрать не могу, где остаться. Я говорю, только езди. Он такой, ну вообще да. То есть это интересная такая проблема. Если раньше мы искали работу ближе к дому, то теперь мы можем дом выбирать в любой точке мира. Ну, то есть это такая... Помнишь, первому игроку приготовиться? И, кстати, в этом, в последнем фильме, который Куча Оскаров собрал все везде и сразу, там тоже был такой момент, что передвижная, то есть едет автомобиль, внутри него они подключаются. Да-да-да-да-да-да-да. Их как бы не могут поймать, потому что они постоянно перемещаются, но при этом они там в этой селе. Да, а там они, да. Там их проще поймать. В реальном мире тебе, в общем, нужен свой небольшой мультиван, где ты в него едешь, он подключен в интернет. Да-да-да-да. Это вот такая вот как бы... Это прям кейс живой. То есть мы сидели, обсуждали, и я такой думаю, вау, какие вопросы мы решаем. Ну, то есть никакой офис нам выбрать на Нахимовском или на Вернацкого, а вот решать вопрос, в какой стране им жить. Ну, давай вернемся к бизнесу. Да, так сказать, вот прямо сейчас вот прижучу тебя острым вопросом. Но в данный момент эта штука окупается? Или пока это инвестиции на будущее? Окупается у кого? У тебя. Твой конкретно бизнес-проект. Слушай, ну вот смотри, у нас прям сейчас конкретно, с 1 апреля мы запустили коммерциализацию. Ну, проект молодой, год, ты же понимаешь, да? Но мы уже запустили коммерциализацию. Мы достигли 20-процентной выручки, а когда достигнем 100-процентной плановой, мы выйдем на самоокупаемость. О, прекрасно. Будет в течение года. В течение года, я думаю, что мы достигли. Ты видишь позитивный тренд, ты видишь математику. Слушай, сейчас, если мы смогли собрать даже 20% из запланированного в первые же 2 месяца, да, ну, то есть это вообще как бы так, вообще нормальный результат. И при том, что ты же понимаешь, сегодня повестка совершенно, что новостная, что пиар, не промета. Не то, что было год назад. Если бы сейчас было бы, мы бы были в точке год назад с такой повесткой, мы бы окупились бы за месяц. За день, да. А сейчас вот это нам мешает. То есть мешает то, что сейчас вот эта вот политика, гео и так далее, она настолько забирает внимание людей. Вот то, что я тебе рассказал, в метро они сидят там, да, вот они же все там сидят. Но вопрос, а про что они читают? И, конечно, они читают, ну, не про вот это, а надо про это. Надо толкать их вперед, надо про будущее, надо их как бы зажигать, да. Видишь, ты же зажегся метаэнергией. Их надо зажигать, но это все не просачивается. И какие бы ты усилия ни прикладывал, конечно, когда тебе рассказывают, что кто-то куда-то там идет, тут все, конечно, с ума начинают сходить, и вот это мешает. Конечно, вот эта внешняя среда, она сегодня не за нас. Но смотри, несмотря на это, мы все равно делаем выручку. И проект начал ее приносить. Поэтому на самом деле модель, которую мы запустили, она достаточно сбалансирована, и мы достаточно быстро выйдем на самоокупаемость. Но пока да, пока это инвестиции. И у нас идет раунд, мы привлекаем сейчас инвестиции. У нас есть инвесторы, которые уже прожили два раунда и даже уже вышли. довольны и счастливы, потому что проект капитализируется очень быстро. Текущая капитализация проекта сегодня – это 840 миллионов. Год проекту, а уже такая капитализация. Это возможно только в таких наукоемких и высоких технологиях в бизнесах. Ну и мы этим пользуемся. Это еще только Российская Федерация. Развернуть нас в любой точке. Ну, две недели мы разворачиваемся где угодно. Ну, по сути, это же мы же IT, в общем-то, нам что-то... Мы можем настроиться. Важно попасть в юридическую и финансовую модель того региона, где мы будем разворачиваться. Вот это важно. Но еще представь, что это мы еще в Российской Федерации. Ну, то есть тут тоже, да, не так уж прям сильно мы... Вот у нас общество, да, прямо оно не сильно инновационное, да. У нас тут и не венчура нету, ничего у нас тут нету. Мы тут как бы так очень скептически всегда настроены. Это еще большая гордость для нас, что мы в Российской Федерации, мы умудряемся и все-таки результаты достигнуть. То есть где эта среда просто вот, ну, то есть через преодоление, через вот это все, и мы это продираемся и делаем. Ну, и ты же сам знаешь, что все топовые компании, там все были русские на старте. Да, круто. Я очень рад и восхищен. Я желаю, чтобы у тебя все получилось. Более того, предлагаю тебе наоборот не прорываться через российскую действительность, а изменить российскую действительность в том смысле, что давай сделаем Россию суперинновационной, венчурной, и пускай здесь будет самая крутая метавселенная на территории России. Как минимум, электричество у нас. Вот это очень много. И таких цен нету ни у кого. Ура, круто, спасибо. Это было очень интересно. Ну и мы обещали, что мы в конце дадим каким-то образом инвайт. Да, мы разместим снизу ссылочку на моего помощника, и все, кто напишет помощнику фразу «Привет, мне нужен инвайт», получат инвайт прямо от моего помощника, и она поможет еще пройти регистрацию. Сегодня это пока небольшой такой путь, специальный. Мы квалифицируем немножко аудиторию. А, я понял. Отбор. Да, у нас есть такой небольшой отбор. Сейчас как раз в моменте происходит обсуждение сделать гостевой доступ вообще такой легкий в один клик для того, чтобы уже запустить историю. Но пока еще есть отборы, и я бы, конечно, рекомендовал пройти такой небольшой отбор, потому что вы получите дополнительные материалы, вы получите альманах, вы получите навигацию внутри, и будет понятно, что делать. Вот. И еще очень важный момент. Тоже сегодня как раз об этом говорили. Я говорю, что же нужно сделать, чтобы все узнали, что к нам можно попасть не только через шлем, но и через компьютер. Так, вот это сейчас новость. Ты все время говорил про шлем, держал его на коленке. А можно без шлема? Да, да. К сожалению, мою принципиальную позицию, что только VR, немножечко пошатнули с тем, что скорость насыщения рынка шлемами низкая. Низкая, да. А хочется людям больше попасть к нам. Как это? Просто в смысле, как Майнкрафт? Как игра на экране? Да, да. Просто на компьютере можно скачать приложение, можно найти ссылку на нашем сайте. Мы ссылочку разместим тоже внизу. по ней можно скачать Windows клиента и просто через него тоже зарегистрированный пользователь может зайти. Итак, мне нужен инвайт. Мне нужен инвайт. Заодно мы проверим наших зрителей, те, кто, как и я, в 90-х был ребенком. Досмотрел или до конца. Да, те, кто в 90-х был ребенком, как я, они все обязательно подумают о порошке и о воде, которую надо смешивать. Да. А если они об этом не подумают, то значит они моложе. Посмотрим, кто из них лучше адаптируется в твоей метавселенной. Сергей, спасибо большое. Это было потрясающе, вдохновляюще, развивающе. Я, кстати, решил, что я на этих выходных пересмотрю, пожалуй, первому игроку приготовиться. Да. Очень люблю Стивена Спилберга и это очень круто. Спасибо.